Здравствуйте и добро пожаловать в эфир круглосуточного канала ПС. В эфире программа «В центре внимания» я традиционно приглашаю вас к разговору на самые интересные темы. 8 июня Северный Арктический Федеральный Университет имени Ломоносова отметил пятилетие со дня образования. Весь месяц в САФУ и в Архангельске проходят конференции, фестивали, выставки и студенческие флешмобы. Так и в минувшие выходные на берегу Северной Двины под Новодвинском состоялся туристический слёт. Его организатором выступила Ассоциация выпускников университета. Ее председатель Валерий Синицкий окажется сегодня в центре внимания. Валерий Иосифович, добрый вечер. Добрый вечер. И как вы понимаете, туристический слёт – это лишь повод для разговора. Хочу поговорить с вами о самой Ассоциации. Так вот, для чего она была создана? Если мы посмотрим историю нашего Северно-Арктического Федерального Университета, то он начинается, конечно, не с САФУ. Он начинается с АЛТИ, Пединститута, Поморского университета, Технического университета, ВЗФИИ, СЕВМАШФТУС и так далее, и так далее. Северно-Арктический университет объединил все институты. И сегодня, когда я говорю, я выпускник АЛТИ, я выпускник и САФУ. И это будет правильно. Поэтому создана ассоциация с тем, чтобы поддержать университет, чтобы выпускники не уходили в небытие, а чтобы они концентрировались вокруг нашего университета и помогали университету. Второе, значит, двигали вместе с научной нашей элитой науку, с тем, чтобы участвовали в тех больших мероприятиях, которые проводит САФУ. И нам очень нужны выпускники АЛТИ, Пединститута, Поморского университета, потому что те традиции, которые были, они должны передаваться, они должны укрепиться и в САФУ тоже. Вы сказали правильное слово «двигать». Так вот, кто занимается движением вперед? Только ли выпускники, оставшиеся, работают в Архангельской области? Нет, конечно. Значит, ну давайте с самого начала начнем. Значит, это не коммерческая организация. Работает она по уставу. Значит, в уставе определены цели и задачи. И мы следуем четко вот этим нашим уставным требованиям. Поэтому членом ассоциации может стать любой выпускник, который признает данный устав. И зарегистрироваться или стать членом, это не надо, значит, писать какие-то заявления серьезные и так далее. Можно включить просто интернет, выйти на официальный сайт САФУ, там есть выпускнику, ткнуть или глюкнуть, и откроется страничка ассоциации выпускников. То есть, дальше какая-то форма? Там вы увидите все, что делается с ассоциацией, там увидите новости, там увидите, кому из членов ассоциации день рождения, мы обязательно поздравляем, это обязательно условие. И на первой страничке есть красный кубик, где написано «Заявление». И вы можете вступить в нашу ассоциацию. То есть, заполнив в электронной форме заявление? В электронной форме, да. Если кому-то сложно это сделать вдруг, то в этом случае нас найти в САФУ очень-очень легко. А когда идея появления ассоциации все-таки была воплощена? Где-то более двух лет тому назад и ректорат, и общественность, я имею в виду и преподавательский состав, определились, что ассоциацией выпускников быть. И ассоциацию, управление ассоциацией возглавил Павел Николаевич Балакшин. Я думаю, этого человека не нужно представлять в Архангельском. Его не надо представлять. Но возглавляет, или президентом ассоциации, у нас является замминистра культуры Российской Федерации, Малаков Николай Алексеевич. Заканчивал ЛТИ и представлять его тоже, наверное. Тоже наш земляк. Как давно вы встали в руле ассоциации? Павел Николаевич передал мне правление этой ассоциацией где-то больше года. Вот на этот пост, что называется, заходя, какие цели вы лично перед собой ставили? Популяризация ассоциации, какая-то конкретная помощь в УЗУ? Скажу. Когда было предложено возглавить мне, ассоциацию, сначала было и сомнение. Ну, закончил человек университет, ну, работать на каком-то предприятии. Казалось бы, какие могут быть еще вопросы? Но, когда я изучил, как работают другие ассоциации международные, нашей Российской Федерации, МГИМО, Московское государство, конечно, это университеты, которые имеют историю, которые имеют, у них давно уже созданы ассоциации. Кстати, в Алти, или техническом университете, тоже была ассоциация. Вот. Поэтому, когда я вот сам понял, что это настолько серьезная организация, настолько она нужна Северно-Арктическую Федеральную, и не только Северно-Арктическую, она нужна Архангелогородцам, она нужна нам, руководителям предприятий Архангельской области. Потому что в САФУ сегодня созданы все условия с тем, чтобы решать проблемы. Вот давайте такой пример возьмем. Студенты пишут выпускную квалифицированную работу или диплом. Речь идет о практике. Да, диплом защищают. Ведь можно просто защитить диплом по какой-то теме, да, и это будет принято. Но если предприятие дает тематику и просит изучить, проанализировать, я вам скажу, студенты и большинство студентов относятся очень серьезно, когда дается задание. И эти работы могут стать уже, скажем, внедряться, и предложения их внедрены, могут быть и в производство тоже. То есть вы как раз и становитесь тем связующим звеном между потенциальными инженерами, юристами, экономистами и практиками. Работодатель, инженеры, ну если берем техническую, да, работодатель, руководители имеются, то есть инженеры, которые им интересны это, и САФО, это научные работники, которые готовы тоже идти работать вместе. Но это только одна из грани вашей работы. Какие еще практические проекты уже, простите за тавтологию, удалось реализовать? Ну скажу, в течение этих года, первое, что к нам обращаются сейчас выпускники, которые просят оказать помощь в проведении мероприятий, ну встречи выпускников. Этим мы занимаемся с удовольствием и в аудитории, и преподавателей, которые они хотят увидеть, чтобы эта встреча произошла. Поэтому это направление хорошее и нужно всем направление. Второе, значит, мы очень стараемся, по возможности, конечно, финансы, это вопрос, сложный вопрос, и тем не менее, мы по возможности помогаем, например, команда по флорболу выезжала на чемпионат. Студенческая команда. Да, студенческая, конечно, я говорю о студентах. Вот, выезжала, мы им материально тоже помогали в этом плане. Вот сейчас 70-летие Великой Победы. Вместе с профсоюзным комитетом, с АФУ, с ректоратом, мы проводили мероприятия, посвященные Великой Победе, и тоже принимали активное участие. Третье, я вижу работу свою не просто просить вас что-то, а вот вовлекать в какие-то мероприятия, которые интересны вам. Я стал наблюдать, нас уже сейчас более 700. Это много или мало? Я думаю, для начала неплохая цифра. А если получится встреча у нас с вами через год, то я думаю, эта цифра будет в два раза больше. Почему? Каждое мероприятие, которое мы проводим, вовлекает в наш состав все больше и больше. Вот вы сейчас только начали про слет туристический. Во-первых, форма слета дает возможность людям познакомиться. Второе, показать себя в спортивных мероприятиях и так далее, и так далее. Это настолько захватывающе. Это настолько... У нас был на слете, я сейчас уже перескочил, да? Вот держал этот вопрос напоследок, давайте сейчас. Да ладно, потому что это только что впечатление, и знаете, мы еще не отошли. Потому что нам повезло. 20-21 июня был шикарный день. Второе... Палатки, значит, волейбольную площадку подготовили. Все-все-все было приготовлено. И шло все на ура, красиво. И расставаясь, все опять сказали, давайте встречаться. Сколько человек принял участие в турслете? Нас было около 70 человек. Я считаю, это нормально. Даже если больше, наверное, сложнее проводить. А были команды с Новодвинска, с Архангельска, с нашего Северо-Норктического федерального, казначейство. Ну, то есть круг людей, который приехал, это интересные ребята, которые уже, кстати, из них уже второй раз принимают участие. Но я подвожу разговор в другом. Каждое мероприятие, мы уже сказали, да? Приглашает, все больше и больше. 22 человека вновь вступили после слета к нам. И это люди, которые сознательно идут. Люди, которые, я знаю, завтра позвони. Они с удовольствием откликнутся на наши предложения и постараются их выполнить. А какие предложения, какие задачи, вот опять же, стоят перед нами? Сегодня очень сложно найти предприятие, организации, которое возьмет студента на практику. Этот вопрос сложный. Поэтому выпускники, члены ассоциации, вопросы производственной практики стараются решать, потому что понимают, что это необходимо. Есть другие вопросы, когда и финансы начинаешь обращаться, то кто с нами, кто в нашей, он понимает суть и значимость вот этой ассоциации. Вот среди ваших задач продвижение бренда САФУ. Какими путями идете в решение этого вопроса? Здесь работу проводим немаленькую. По крайней мере, информационное обеспечение, рекламное обеспечение от членов ассоциации и в устной форме, и в других видах мы стараемся продвигать. Все же имя САФУ должно звучать громко. Но если кто бы ходил, гулял уже по набережной, там иногда поднимается воздушный шар большой с корзин. И там написано уже лозунг про САФУ. И на корзине пять лет САФУ. Это дело рук ассоциации? Только не путайте, телезрители. Шар не наш, а вот все, что рекламное. Орел вокруг шара этого. Это наше. И он будет подниматься. Это лето, когда он будет подниматься. На этом шаре постоянно будет реклама про наш САФУ. Как вы были встроены в торжества по случаю пятилетия САФУ? Во-первых, было торжественное собрание в САФУ. И ректорат, администрация попросила пригласить лучших, или там скажем, кого вы считаете, ассоциация, с тем, чтобы люди пришли и приняли участие в торжествах. Наших, наших, говорю, да, членов ассоциации пришло много, честно. Кого мы приглашали, они все пришли с огромным удовольствием, приняли участие в торжествах. Кто из знаковых персон вступил в ассоциацию? Кого вы считаете своим, что называется? Ну, я бы назвал так. У нас, мы дружим и стараемся. Вот эту линию, которую я буду проводить, мы должны четко и вместе слаженно работать с мэрией города, с администрацией области, с муниципальными образованиями. Потому что области, районы, они тоже нуждаются в нашей общей работе. Абитуриенты, поступление учащихся в САФУ – общая проблема. Распределение, трудоустройство – общая проблема. Поэтому у САФУ, у самой администрации и у ассоциации очень много направлений, которые мы ведем совместно. Вот вы говорили о том, что оказываете содействие при работе студентов, при их дипломной практике, при их трудоустройстве. А если я выпускник АГТУ, САФУ, ПГУ, хочу какой-то свой проект, может быть, организовать, вы им поможете мне? С удовольствием. К нам уже начали обращаться. Ну, хотите пример, только что сейчас. После соревнований, туристического слета, из Новодвинска поступил звонок с просьбой. Они хотят увлекаться, или они увлекаются скалолазанием и хотят построить какую-то скалу. Скалодром называется. Скалодром, да, я не знаю даже. И можно ли через ассоциации найти студентов, которые бы это взяли как проект и разработали, и сделали? Знаете, сразу ответ у меня был. Напишите заявку, что вы хотите видеть. И я думаю, что мы найдем таких студентов, которые бескорыстно, а с большим удовольствием, наверное, выполнят как курсовую или дипломную работу. С органами исполнительной власти вы уже наладили взаимодействие за этот год своей работы? Я думаю, что у нас хорошие отношения. Во-первых, значит, у нас в правлениях Кононова Людмила Павловна, член Совета Федерации. У нас Павел Николаевич Балахшин многое делает. Значит, мы с Ировой работали, это имеем в виду мэрия, это Собрана Валентина Васильевна. Поэтому круг людей, с которыми мы начинаем работать, он расширяется. Пошли еще на другую форму. Мы подписали соглашение с объединением промышленников и предпринимателей Архангельской области, который возглавляет Шпилевой Александр Васильевич. В соглашении подписано, разработан план действий. Да, он не такой, что каждый месяц, но тем не менее, там четко определены позиции, которые вместе мы можем выполнять. Что им полезно, что для университета. Правильно ли я понимаю, что функционал ассоциации, он, что называется, прирастает идеями, прирастает людьми, прирастает проектами? Каждый день, каждый день. Вот в чем и интересно, понимаете? Если просто закиснуть или на каком-то одном направлении работать, не буду обижать, ну что придумать там? Давайте женсовет, да? Хорошее направление, правильное направление, хорошее. Но женсовет. Здесь же мы можем решать вопросы любые, в любом направлении. И вопросы материнства, и детства, и студенчества, много. Но для того, чтобы решать, это не значит, что ассоциация будет делана. Консолидация. Одна площадка. Тем более, САФУ, вы сами знаете, у нас сегодня есть в университете возможность и принять, и площадки, где поговорить, и подвести итоги. И самое главное, идет сопровождение учеными, преподавателей, которые, они тоже участвуют. И наоборот, часто проходят конференции интересные, к нам приезжают именитые, знаменитые, ученые, иностранные, скажем, специалисты. И мы приглашаем через ассоциацию, что вот будет конференция, приезжайте, приходите. Оно бесплатно, оно дает возможность пообщаться, получить из первых уст, первых уст, тот или иной ответ. Насколько в тесном контакте вы находитесь с администрацией вуза? Очень хорошее взаимоотношение. Вы на какого-то проректора, может быть, концентрируетесь, или вы сразу с ректором беседуете? Нет, ну, надо сказать и другое. Это не моя должность председателя, это общественная работа у меня. Я являюсь уже помощником первого проректора, Шостаков Леониду Николаевичу. И все задачи, которые стоят, связаны с университетом, я решаю через него. Ассоциация тоже мне поставлена, как в Синицке, тоже это важнейшее направление, стараясь тоже этим заниматься. Взаимодействуете ли вы с другими ассоциациями, допустим, того же Московского госуниверситета? Может быть, вот такой общественный диалог идет у вас? Скажу, когда мы готовились к пятилетию, у меня было желание пригласить, скажем, председателей ассоциаций других регионов, с тем, чтобы пообщаться, провести круглый стол и так далее. Но когда посоветовали, все же года мало, чтобы приглашать и говорить, что вот мы уже какие. Я думаю, пройдет несколько лет, и вы увидите в Архангельске председателя ассоциаций, а Россия обязательно. Этот диалог нам был бы интересен? Нам, я имею в виду, ассоциации выпускников САФО? Конечно. С точки зрения, почерпнуть опыт? Опыт. Все же каждый университет имеет свои направления. У кого-то лучше получается, кто-то другое увидел и внедряет. Поэтому, ну общение, вы сами понимаете, что даже сегодня мы с вами ведем диалог не просто, чтобы поговорить, а с тем, чтобы Архангелогородцы, чтобы регион узнал, что есть ассоциация, что вы заканчивали, там, скажем, ну тот же Пединститут или Поморский институт, и вы хотели бы дать какие-то предложения, и готовы чем-то помочь, не обязательно материально. И поэтому общение всегда нужно. Вот общаясь с вами, я понимаю, что вам это очень интересно. Это работа в ассоциации. Это очень интересно, потому что, еще раз говорю, проводили благотворительные концерты. Это хорошо? Это хорошо. Значит, что еще скажем? Так сразу сходу. Ну, мероприятий очень много. Проводили спортивные мероприятия по волейболу, посвященные памяти полярников. У нас на страничке выходят иногда истории, связанные с полярными экспедициями и так далее, и так далее. Это тоже очень интересно. Поэтому работа разносторонняя, и этим заниматься, конечно, интересно. Вот вы упомянули, что у вас есть страничка на официальном сайте САФУ, это сайт narfu.ru, но я знаю, что вы есть и в социальных сетях. И есть в социальных сетях. То есть более молодое поколение выпускников может вас найти через соцсети, там никаких проблем нет, да? Там никаких проблем нет. И также напрямую вы там готовы пообщаться в соцсетях? Да, и самое главное, что, например, телефон мой открытый, он на страничке САФУ, можно звонить с удовольствием, поднимая трубку и разговаривать. Вот каковы планы по дальнейшему развитию ассоциаций? Только ли прирастать численностью вы хотите? Численностью прирастать будем, потому что количество потом все равно перейдет в качество. Это обязательно. Второе, бизнес, с которым я разговариваю, они все равно задают вопрос. Я говорю, вот надо бы, да? А они говорят, а сколько вас в членах ассоциаций? Я говорю, у нас уже более 700. А если бы, я сказал, у нас уже более 3,5 тысяч, тогда они понимают, с кем имеют честь разговаривать. Поэтому количественно обязательно. Но и второе направление, все же еще раз телезрителям скажу, все же мне хочется, чтобы на выходе выпускник САФУ, это был высококлассный специалист. Сделать его могут только, если совместно будет работать производство, университет, ну и скажем мы с вами, общественная организация, родители, да? Вот в таком тендеме. Пока сегодня, я преподаю, я вижу, много материалов, студенты просто берут с интернета. Семинарское занятие начинается, смотришь, он открывает компьютер, он при тебе за 3 минуты уже и подготовился почти. Потому что читать умеют, память хорошая, он готов выходить. Это не те знания. Знания, когда прошел практику. Вот студенческие строительные отряды возродили? Возродили. Очень правильно. Кто их проходил, например, я три раза проходил. Я скажу так, это школа, которая дает тебе путь серьезный в жизнь, потому что ты проходишь перво людей привезти, накормить, значит, чтобы было, где они могли жить, работа, сметы составлять, графики составлять, зарплату начислять. Видите, сколько вопросов можно ли это проходит через тебя, если ты встроен тренд. В течение двух месяцев. Но если вернуться к ассоциации, я предлагаю встретиться через год и узнать, что у вас не 1400, как вы ставите себе плана, те самые 3000, а может быть даже больше. Да, но в этом еще раз говорю, хотелось бы, чтобы членов ассоциации становилось больше, но не просто пригласить ради галочки, а вот именно тех, понимаете, сейчас уже наблюдаю такую картинку, начинают люди группироваться по интересам. Кому-то интересен спорт, вот они уже тянутся и уже звонки. Валерий Иванович, а не проведем ли? Кому-то нравится, наоборот, вопросы связанных с искусством. А можно мы будем выступать? А можно мы? Понимаете? Потому что площадка САФУ позволяет вместе со студентами проводить хорошее, интересное мероприятие. Ну и главное, что вот эта связь с Альмаматор, она будет поддерживаться и после того, как человек получил диплом и покинул стены. Мы с вами заканчивали институты и университеты, заканчивали. И особенно в первое время, первые годы, тянет и хочется побывать. Так вот, стеснение было, как я прийду и вдруг, куда я прийду. А здесь очень легко. Приходите. Приходите. Есть ли ассоциация? Можно вступать, но лучше вступайте. И мы с вами будем уже вместе решать проблемы, которые иногда обсуждает город. Проблемы Северно-Аркетическое федеральное университет. Поэтому обсуждать эти можно уже будет вместе. Спасибо большое, что пришли к нам на программу и успехов вам и вашей ассоциации. Успехов всем. Всем-всем. Сегодня в центре внимания был председатель ассоциации выпускников САФУ Валерий Синицкий. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.